Начинаем? Всем привет! Меня зовут Рада, группа шаманского рока Рада и Терновник. На своих выступлениях мы очень активно используем бубны. Разумеется, для фотосессий и для каких-то небольших мероприятий мы используем бубны в первую очередь красивые. Вот, например, такой канадский бубен. Он сделан из настоящей кожи. Более того, здесь настоящий конский волос и абсолютно настоящие перья. Но звук у него непредсказуем, к сожалению. Поэтому, несмотря на столь красивую и выигрышную вещь, как канадский настоящий бубен индейский, мы его используем в основном как элемент дизайна. Что же мы используем на концертах для того, чтобы создавать первобытные архаичные ритмы? Открою вам тайну. Мы используем бубны с файберскином. Это искусственная кожа и чем она хороша и притягательна для концертной деятельности. Она держит строй. То есть, после того, как мы выбрали бубен с файберскином, мы уже понимаем, что кожа на нем не сядет, в отличие от бубна с натуральной кожей. Не нужно будет ее перед концертом подсушивать или наоборот мочить. Вот этот звук будет одинаков на любом концерте. Это мой постоянный бубен. Он украшен такими вот обережными лентами. И есть маленький нюанс. Я верю в то, что шаманы говорят в центре бубна его сердце. Поэтому по центру я никогда не бью. А бью только по краям. Этот бубен мы не настраиваем. Он как есть, так и есть. Никаких элементов для подстройки по звуку на этом бубне не существует. Для того, чтобы подстроить бубен, существует целая отдельная система. Это тоже бубен с файберскином. И здесь у него есть возможность подстроить бубен по тону. Но это, к сожалению, тут же утяжеляет саму конструкцию. Поэтому вот этот бубен я уже своими хрупкими запястьями удержать не могу. Этим бубном пользуется наш гитарист Владимир Анчевский. И во многих композициях он создает шаманские первобытные ритмы именно на этом инструменте. Как мы видим, этот инструмент более громкий. Он дает более мощное звучание. И длится звук значительно дольше. Ну, а если хочется все-таки поиграть на более низком звуке, но чтобы инструмент был легкий, мы нашли вот такую вариацию. Бубен, как мы видим, неподстраиваемый. Он легкий, но за счет размера тоже держит звук. Что нужно помнить? Звук бубна зависит не только от самого бубна, но и от палочки. Вот звук более мягкий. Более глухой. Глухо звучит. Палочка чуть-чуть другой формы. Слышим, да? Звук более резкий, более сухой. Ну и жесткая палочка дает практически уже нам не бубен, а просто какую-то перкуссию. Это я не рекомендую, повторяясь. Вот таким образом мы используем на своих концертах то, что мы называем шаманскими бубнами. Я считаю, что шаманский бубен создает музыкант. Можно просто купить в магазине бубен, его одушевить, придать ему свою энергию, с ним подружиться, и тогда он станет шаманским. Группа.